Побыть настоящими парикмахерами и продавцами теперь могут воспитанники специализированного дома ребенка. Благодаря акции «Подари ребенку радость» учреждение закупило новое оборудование. Познакомиться со взрослой жизнью в 4 года для ребят особенно важно, ведь не каждого из них этому научат родители. В свои 4 года Саша знает, деньги любят счет. Девочка уже знакома с ценами и очень любит покупать огурцы и конфеты. Вместе с ней во взрослых покупателей и продавцов играют воспитанники специализированного дома ребенка. Магазин, парикмахерскую и два обеденных стола учреждение получило за счет акции «Подари ребенку улыбку». Они вот так вот, их очень удобно дугой поставить, у каждого свой стол, никто никому не мешает. А когда ребята подрастут? Они регулируются, вот то есть этот стол у нас поменьше, дети тут поменьше сидят, там дети постарше, то есть приподняли стол. За этими цветными столами ребята могут сидеть до 4 лет, у каждого свой цвет, чтобы дети запомнили свои места. А самых маленьких воспитанников акция порадовала эргономическими кроватками и подушками. Они помогают младенцам лежать спокойно и безопасно для здоровья. Его положение приближено к внутриутробному. И его движение в коконе приближено к внутриутробному. Давай с вами. Все новое оборудование пришло из других городов. В Северодвинске такого не найти. В будущем дом ребенка планируют закупить еще несколько детских подушек и, конечно, игр для ребят постарше. Они помогают образованию детей, воспитанию, у них хорошо расширяется кругозор, у них приобретается большой словарный запас. Инициатором акции «Подари ребенку улыбку» стал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Всего в ней поучаствовало 4 дома ребенка из Северодвинска, Архангельска и Котласа. Для учреждений это большая помощь, так что воспитанники и их педагоги будут ждать финансовой поддержки и в следующем году. Наталья Аскерка, Андрей Сеначин, Вестник, Северодвинска.